Надежды рухнули, признается историк и общественник Данил Дегтярев. Эти два здания, в начале прошлого века принадлежавшие купцу Михайлову, не имеют статуса памятника, а значит, законом не защищены. Накануне активистам пришел официальный ответ от Алтая Хронкультуры. Постановлением Алтайского краевого совета народных депутатов от 3.10.2006 усадьба лишена статуса объекта культурного наследия. Это подтверждает и ответ самой прокуратуры. На территории, отведенной под строительство, памятников нет, а значит, закон нарушен не будет. Тем не менее, Дегтярев уверен, лишение зданий охранного статуса было как минимум несправедливым. Дом купца Михайлова, в общем-то, сохранил свой почти первоначальный облик. На нем сохранилась интересная деревянная резьба, что вообще не характерно для кирпичных зданий, в принципе, нашего города. Если раньше таких зданий было довольно-таки много, и архитекторы и искусствоведы могли выбирать какие-то наиболее эстетические цены, то теперь я считаю, что вообще все здания той эпохи, при их приведении в нормальное состояние, то есть после их реставрации, достойны быть памятниками. Активисты уверяют, у этой истории есть еще один аспект. Дело в том, что исторический центр Барнаула буквально зарастает высотками, а если и здесь появится восьми- или вышеэтажное здание, то Барнаул, каким мы его знаем, необратимо исчезнет, навсегда изменится, как уверяют общественники, далеко не в лучшую сторону. Мы поинтересовались, у простых барнаульцев стоит ли, по их мнению, сохранять старинные здания. Облик Барнаула, ну, хотелось бы, чтобы сохранился. Он же все-таки у нас с историей город, а не новостройка. Будет очень жалко, если его снесут. Считаю, что можно было бы найти здание применения, вот, и сохранить исторический облик города. Тем временем Данил Дегтярев с единомышленниками-общественниками намерен в ближайшее время ходатайствовать о возвращении этим зданиям статуса памятников. По его словам, согласно закону РФ об объектах культурного наследия, сносить выявленный культурный объект до проведения экспертизы запрещено. Так что надежда сохранить усадьбу Михайлова еще есть. Илья Кочетков, Александр Антропов. Наши новости.